Дай я гляну, он там или нет? Покрывало наше и курточка наша. Я кричу, сыночек, сыночек, а мне говорит сосед. Напротив них машину расстреляли, говорит, нет сыночка, нет. Во время российской оккупации города Буча под Киевом погибли почти 700 мирных жителей. Почти месяц российские военные убивали, насиловали и пытали мирных жителей Бучи. Грабили их дома. Чтобы скрыть следы преступлений, тела сжигали или зарывали в землю. Эти страшные кадры СМИ показали в начале апреля 2022 года. Спустя несколько дней после того, как украинская армия освободила город. Так весь мир узнал о существовании небольшого города Буча. О трагедии, масштабы и зверства которой не укладывались в голове. Произошедшее назвали резнёй в Буче. 60-летний Виктор один из переживших зверскую оккупацию в Буче. Он житель печально известной улицы Яблонской, которая была усеяна телами убитых украинцев. В те дни Виктор прятался на чердаке своего дома. Было страшно, но мужчина снимал на камеру смартфона всё происходящее на дороге, под его окнами. Первый труп был там, второй труп тут. Автомобиль стоял тут сожжённый. Потом появился труп. Через два дня там появился труп. Потом ещё левее появился труп. Всё было снято через окно. Благодаря этим снимкам, телефонным перехватам и видео с камер наблюдения журналисты американского издания «Нью-Йорк Таймс» провели расследование и установили личности вероятных убийц, военнослужащих 234-го гвардейского десантно-штурмового полка Вооружённых сил России. Часто мобильные телефоны своих жертв российские солдаты использовали, чтобы позвонить домой, в Россию. Сказать родным, что живы-здоровы. Звонки совершались лишь спустя несколько часов после убийства. Наши расследования показывают, что российские войска умышленно убили их, возможно, с целью систематической зачистки пути в столицу. Десятки мирных жителей были расстреляны. В других случаях мужчины, подозреваемые в связях с украинскими военными, задержаны и казнены. День прокуратуры Украины подозревает в военных преступлениях в Буче военнослужащих 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии. В её состав входят 104-й и 234-й гвардейские десантно-штурмовые полки из Пскова. Вперёд! Чего вы там забили? Меня спрашивают иногда, как можешь тут жить? Как ты можешь сюда возвращаться? Первое время, когда я сюда вернулся, когда я ложился спать, мне эти люди снились в мешках. Я заснуть не мог. Когда мы сидели там с дочкой в подвале, то было такое, что она у меня прощение просила. Мы прощались с жизнью. Мы не знали, выживем или нет. Мы понимали, что нас не просто убьют или не убьют. Мы понимали, что убьют или сейчас, или немного позже. Украинский город Буча возрождается из пепла, отстраивается заново. По словам мэра Анатолия Федорука, российские войска ограбили и осквернили практически каждое жилище в городе. Полностью уничтожены 250 частных жилых домов. Разрушены десятки высоток. Оставшиеся без крыши над головой люди сейчас живут в модульном городке. Нам удалось практически 40% из разрушенного восстановить и дать вторую жизнь. Как жилищному фонду, так и объектам инфраструктуры или социальной сферы. Большинство убитых российскими военными идентифицированы и перезахоронены по-человечески. Прекрасный сын. Для меня это вырванная душа и вырванное сердце. Я не знаю, как я это переживу. Надо не забывать, а наоборот, помнить все произошедшее, утверждает житель Бучи Виктор Шатила, который, рискуя жизнью, снимал кадры доказательства убийств. Оно пригодится, чтобы дети, внуки видели, что происходило. И знали не откуда-то из телевизора, а вот по-настоящему, в живом виде. И они видели все уже. Я думаю, что у них будет на сотни лет все вперед. Ужас просто, кошмар. Нормальный человек такого не сделает. А еще он хочет, чтобы все виновные в геноциде украинского народа были обязательно наказаны.